Китай планирует построить железнодорожную магистраль, которая соединит страну с Соединенными Штатами. Трасса начнется в северо-восточном регионе, пройдет через Сибирь на востоке России. Затем через Берингов пролив выйдет на Аляску по подводному туннелю длиной 200 километров. Дальше через канадские горы Юкон и Британскую Колумбию она, наконец, попадет в Соединенные Штаты. Таким образом, трасса соединится со всеми крупными железнодорожными станциями Америки. Общее расстояние около 13 тысяч километров. Эта магистраль через Китай, Россию, Канаду и США была задумана еще в 2014 году китайскими инженерами. Они утверждают, что из Китая в Америку можно будет доехать за два дня без всяких аэропортов. Путешествовать на поезде всегда приятнее, чем на самолете. Можно расслабиться и увидеть много нового, а сама сеть может способствовать развитию туризма в четырех странах. Перелет на самолете из Китая в США занимает 14 часов в зависимости от того, в какой город вы летите, что тоже весьма немало. Зато в поезде можно смотреть в окно и наслаждаться видами. Новая железнодорожная магистраль будет почти на 3000 километров длиннее Транссибирской железной дороги, самой длинной в мире. А сам туннель будет в четыре раза длиннее Ла-Манша. Если проект получит зеленый свет, он обойдется в 200 миллиардов долларов. Строительство на привычной поверхности не доставит много хлопот, как можно было бы подумать. Но для строительства туннеля в Беринговом проливе потребуется много опытных инженеров, и они уже придумали, как это сделать. Туннель будет иметь три уровня с двусторонним движением. На верхнем уровне будут ездить скоростные поезда. На нижнем будут перемещаться грузы и пассажиры. А средний уровень делается для чрезвычайных ситуаций. Грузовой поезд может перевозить до 100 миллионов тонн грузов, что составляет 8% мировых грузоперевозок между Европой, Россией, Китаем, Японией, Южной Кореей, Канадой и Соединенными Штатами. Чтобы добраться из Аляски в Россию и наоборот, потребуется всего 20 минут. Один только туннель в Беринговом проливе обойдется примерно в 35 миллиардов долларов. На реализацию проекта потребуется от 12 до 15 лет. В нем примут участие разные международные строительные компании. Возможно, это будет самый дорогой проект в истории, если он будет финансироваться должным образом. Туннель должен быть прочным, чтобы выдерживать ледяную воду и сильный волк. Железнодорожная линия Китай, Россия, Канада, Америка станет самым дорогим и амбициозным мегапроектом в истории. Однако Китай уверен, что у него есть все технологии, необходимые для реализации этого проекта. Это навсегда изменит транспортную индустрию и увеличит количество туристов на всех континентах. Если этот проект будет закончен, то можно спокойно добираться с железнодорожного вокзала в Португалии до Соединенных Штатов. В Европе есть отличная сеть поездов с большим охватом. Из Восточной Европы в Центральную Азию можно ехать на автобусе через много стран, пока не окажетесь в Китае. За последние 20 лет сеть скоростных железных дорог Китая сильно расширилась. Сейчас она крупнейшая в мире. Ее протяженность более 37 тысяч километров, а пассажирские поезда могут развивать скорость 430 километров в час. Так что в Китае можно будет сесть на любой поезд и отправиться куда угодно. Незабываемое путешествие на поезде с континента на континент. И не нужно летать самолетами. Это важно, если вы боитесь перелетов. Но строить железнодорожные туннели под водой непросто. Инженеры должны просчитать все риски. Туннель под Ла-Маншем или Евротуннель – это подводный поезд, на котором можно доехать из Лондона в Париж всего за 2,5 часа. Поезд оснащен самыми передовыми технологиями для комфортного путешествия. Если нужно поработать, можно просто открыть свой ноутбук и подключиться к Wi-Fi. Хотите сделать перерыв? Зайдите в кафе, чтобы перекусить и насладиться отличными напитками. И если вам захочется посмотреть фильм или любимый сериал, поезд предлагает и это. Вы не почувствуете, как пройдет время, так как в роскошных кожаных креслах бизнес-класса можно отлично расслабиться. Поезд едет со скоростью около 300 км в час по самому длинному подводному туннелю в мире, ведь большая его часть находится под водой. Длина туннеля – 50 км. Он обошелся в 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Его строительство началось в 88-м году и было завершено в 94-м. Он считался одним из семи чудес современного мира наряду с Empire State Building в Нью-Йорке, Панамским каналом и мостом Золотые ворота в Сан-Франциско. Так же, как и в проекте мечты из Китая в США, в этом туннеле есть три уровня. Два для поездов и один для чрезвычайных ситуаций. Длина каждого шаттла составляет 775 метров, и для его строительства требуется 13 тысяч сотрудников. Несмотря на то, что многие благодаря каналу увидели Париж и Лондон, он также служит и для импорта и экспорта. По нему проходит около 26% всех продаваемых товаров в Великобритании и Европе. Китай одобрил первый подводный скоростной поезд из порта Нимбо близ Шанхаев Джоушань, который находится на одноименном архипелаге в Восточно-Китайском море. Новая железная дорога протянется примерно на 80 километров, и основная ее часть пройдет под водой. Поезд будет использовать магнитную дорожку. Если проект станет реальностью, то, скорее всего, его пассажиры будут чувствовать себя, как в королевском поезде. Можно будет бронировать каюты и номера с несколькими спальнями и удобствами. С вами будут обращаться как с почетным гостем, с постоянными развлечениями и едой во время пути. Цены на билеты будут разными, но в любом случае дорогими, так что не каждый сможет себе это позволить. Во всех зонах будет быстрый Wi-Fi. Можно будет жить в Европе, работать в Азии и при этом даже не летать. Или жить в России, а работать на Аляске. А из США можно будет точно так же добраться до Лондона. Как только вы окажетесь в Европе, вы сможете сесть на поезд до Парижа, а затем на поезд до Лондона. Но об этом проекте до сих пор не было никаких новостей. Он наткнулся на экономическую стену и все еще находится на стадии концепта. Многие критики считают, что этот проект не сможет совершить революцию в транспортной отрасли и лишь загонит ее в еще большие долги. Они утверждают, что грузовые суда и рейсы также хороши и дешевле, поэтому не нужно вкладывать такие деньги в то, чем будет пользоваться лишь небольшая группа людей. Перевозка грузов поездами не будет такой же быстрой, как авиа или морские перевозки. Но если эта сеть поездов все заменит, то многим работающим в авиации придется сменить работу. Конечно, это не случится моментально, а займет десятилетия. Проект может даже стать началом для создания мегасети скоростных поездов в странах Азии и Африки. Возможно, однажды мы сможем отправиться на поезде из Южной Африки в Соединенные Штаты, проехав через Африку, Ближний Восток, Центральную Азию, Китай и Россию. Если сеть поездов расширится еще больше, она сможет охватить всю Южную Америку и так можно будет достичь любого континента в мире, кроме Антарктиды. Представьте себе всемирную железнодорожную сеть высокоскоростных поездов, соединенную со всеми железнодорожными станциями на Земле.